Буэнос Диасперцы Едем на рассвет снова заряд вашей крана Это значит, что мы едем дальше Это не Фоспит Мост Вантед Поэтому сажитесь поудобнее, берите свои ништяки и делайте громче Будет жарко Вперед! Так, пари мы откатали Рейтинга мы сделаем Гоночки? Да, чуть-чуть гоночек Спаринтануть Потому что надо же на что-то делать подвеску В конце концов, на что, мы будем тратить Минга? Шикарный станок, можно сказать А еще остальные какие-то пьяные Сейчас мы так по лайку Скатаем несколько гоночек Потому что, ох, какая же мать Потому что я уже что-то начал сбиваться Это седьмая серия За день Как бы надо сбавить обороты Да Крутые повороты ему даются явно хуже развалюшим Но при прямых руках А мои руки все распрямляются и распрямляются Еще эти пылесосы оттормаживаются Где попало Пылесосы-то там, что ли? Ну и теперь тупо даем газу Потому что там, по-моему, прямая А Астон Мартин раздает Как просто царь По-царски Я даже заикаться начал на этот момент Финишная 280 Твою ж мать Гонка раз Так, не, максимум не хочу Посмотрим, что он выкажет мне на истреблятеле Наоборот он набирает ебически резко Из-за его огромной массы инертности Главное просто не разложиться 259 на изи Че там? Че там? Че там? Дети Че, блять 304 Как вам такое? Ебать, у него, конечно, передок забрасывает 206 Так, надо подсобирать азотика 200 ровно Погвинься, блять Ебать Я делаю его больше, чем на сколько километров в час То есть можно ехать, как последний ебач Шучу-то 120 120 Бля, саныч Они сделали не больше Если честно Гондоний ты глаз, а С 88 С лютым дрифтом Блин А У меня конский отрыв Я мог особо и не напрягаться Ну-ка Еще заходик Еще заходик Так, че у нас там внизу? Дрэгрейсинг И секундомер Ну, в принципе, секундомер должен быть красивым Поэтому сначала Поэтому сначала дрэгрейсинг, а потом секундомер Блять Блять Лобовой Что-то не сделал Бернаут Твою Что-то не сделал Бернаут Блять Чуть-чуть не успел В итоге очень люто разложился Честно, я бы мог стартовать со второй Блять 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 голливудские трюки еще заход 13,5 километров бац в телевизор значит ли это что нужно топить на все бабло да однозначно у меня сейчас не вышвырнуло с трассы а то как-то получится слишком уж потно о здорово всего секунда надо просто лететь а не ехать не ребятки попробую еще разок если что забью письмо секунда мере как мусора твой главный соперник это препятствие если ты едешь не очень очень чисто то би поезда ровно три секунды ну это реально скоростной проход есть проскок гендикап сейчас раскрачу а он так мизерно не ребят я вам гарантирую я даже не увижу на миникарте куда мне надо прилететь ну вот хер с ним секундомером короче лучше то и не соваться а вот истреблятель мы заедем пошел пошел и 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 Да ёлкин же ты сок, а. 250, ёлка, блядь, ну-ка, черно с отрывами, нет, вполне бодро, вполне бодро. Я, конечно, нагоняю. 335, детки. Чуть рановато задумали. Клевая жесть. О, мусорка светилась на радаре. Херак опять свертуха. Увезёт же мне доехать. Без погони. А, ловушка для дебилов, кажись, на кого-то сработала. Просто, нахуй, свертушки. Так, сколько у нас гонок-то выиграно? 4 из 7. Так. Пара секундомеров, пара спринтов и вылет. Спринтанём немножечко. Так. Один сразу же в тимяшице, в переборку тоннеля. Один разложится. Мустанг. Так. Лотус. Ещё какое-то ведро там было. Блядь, издалека 4GT напоминает. Так. Через автостанцию, чтобы не смотреть на это виляющий, скорее всего, американский запах. Нет, это всё типа лотос. Ну, теперь можно вперчить. Да как следует, блядь. И просто не угнаться. Потому что я хуярю выше 300. Оттого и гонки на Астон Мартине становятся лютым кайфом. Не, вот что ни говори, а Астон, конечно, вот с управляемостью немножко поиграться. Но это-то мы сейчас подлечим. Тут будет просто огонь машина. Вот то, о чем мечтал весь цикл РКП. Вот этот вот, весь сезон. Это пиздатая, быстрая машинка, на которую можно драть всё. В принципе, если её прокачать в топ, но это только после третьего босса. Ха! На ней, блядь. К Рейзеру не стыдно будет приехать. Потому что порошка Рейзера с её пилообразным завыванием как-то тут заебла. Да, внимание, внимание, никакого внимания. Так, здесь четыре. Тут одна, пять штук, ещё две гоночки. Наверное, ещё спринтуху заедем. Ещё один Астон, Супра. Понтик. Ну и ещё один Астон, да. Ну и ещё один Астон, да. Винченцо, блядь. Кто-то очень плохо ко мне подкрался. Ага, все поехали по той стороне охуенно. В итоге ГТОшка вообще ездит еле как. И мы такие хуярим под три сотни. Блядь, на петле быстрее двухсот тридцати невозможно удерживаться. Хотя ты тут петелька побыстрее, по-моему, нет? Небольшое растормаживание, потому что иначе меня сейчас раскидает по всей трассе. Повернуться от фургончика. Пройти эту ебучую шикану. К слову сказать, в этом направлении её проходить сильно легче. Из-за того, что солнце не ебашит тебе в глаза и не так темно. Задевался. Блядь. Вот за что я не люблю вот эти вот очки дьявола. Джух! Шестая гонка пройдена. И последний на сегодня заезд. Раз. Секундомер. Два. Секундомер. О, ещё одна выбивашка. Не знаю, если выбивашку заедем, всё, он денег столько же отвалит. Потому что я что-то в рот ебал секундомер. Ха-ха-ха. Это я как-нибудь не на камеру, наверное, покатаюсь. Просто позарабатываю денег. Потому что денег надо будет много. Потому что надо будет на всякий случай всё-таки заиметь два аппарата. Ну или, допустим, дапать вот это вот атомное ведро. И немножко покопаться с развалюшином. Потому что он тоже заслуживает апгрейда. Сколько на этом старичке ментов было унижено и оскорблено. Мы их просто там драли как детей. Но иногда они нас драли. Случалось, конечно. Но вспомните 19-ю и 20-ю серии. В основном 19-я. Да и просто. Или та эпичная погоня. Где мы прокололи правый борт на шипах. И умудрились таки съебаться. Спасибо так не кстати для копов, оказавшихся рядом заправки. Вот это был реально лютый винт. Просто пиздец. Так что старичку, в принципе, можно отдать дань памяти и проапать его по полной. Чтобы показать, на что это ведришко способен. Но с другой стороны, допустим, с тем же Галларда. Ему не тягаться. Поэтому я после Камикадзе принял решение все-таки прикупить вот этого вот красавца. Большой мускулист и всех унижает. Астон Мартин. У которого прокладка между рулем и сидением называется ядерный рассвет. Так, один готов. Блядь, ебать. Тут, конечно, трасса. Бедец. У меня в итоге помогает компенсировать недостаток управляемости на таких крутых поворотах. Именно баланс максималки и ускорения астона. То есть он на прямых участках, в принципе, может раздать. Ой, блин. Ой, да. Считаю, я запизделся. У меня занесло не спустит. В итоге на прямых участках может раздать. А на коротких он именно быстро разгоняющийся. Пошел ты нахер, козел. Да, Борис, че-то в твою душу. Я в твой адрес, конечно, говорить с тобой не буду, но тем не менее, я вспомнил эту фразу, так что... Пошел ты нахер, козел. Ладно, перчим далее. Потому что у меня сейчас задача не обосраться, не пропустить Берна вперед себя. Поэтому чуть-чуть притормаживаем, чтобы была возможность грамотно свернуть. И начинаем догонять этого орка. Ух! Я его все-таки выпнул. Ну что, щенок? Остались мы с тобой один на один? Чего ты там едешь? На Пантиаке? Блядь, ну в принципе, тачка серьезная. Вот сука, по внутреннему краю взял. Чего? Мне его так не шибануть? Хох! Хех! Играет музыка. Играет музыка. Минк решил, что ты уже достаточно хорош для его величества. Он ждет звонка. Знали. Короче, это уже следующая серия. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok